вот он теряен темно-синий светло-синим налетиком налетик это и есть дрожжевая закваска терновочке будет играть главную роль в создании брожжевая заквасочка терновочке можно сделать ликерчик количеством сахара можно регулировать напиток в процессе получения какой у вас получится собираем чистыми руками ягоды мыть не нужно то есть собираем чтобы этот налетик у вас оставался и тогда будет респект то есть брожение пройдет супер пойдет потому что они будут участвовать в этом синенькие светло-синее бактерии какие-то для чего-то созданы чтобы получить ликерчик нужно сделать один к одному терна одну часть сахара одинаковое количество и тогда он будет сладючий и тянущийся чем больше вы стоите там пару лет еще будет затянется будет вообще ликер сладючий тянущий наливочку чуть поменьше сахара короче регулируем будет регулироваться состояние напитка из терна также можно из вишенки терновка это терновка колючее дерево колючее такое он терненький и сладенький на солнце переставел есть кислый воронки вы конечно так что это вино нужно терновая если меньше сахара добавить и будет у вас бродить кислятина такая будет вау кто любит кислятину добавили и поехали бродить еще интересная тема можно через бульбулятор делать как обычно делают банку ставят с водой через воду пропускают воздух а можно в принципе берете бутылку 5-6 литров пластиковую у нее пересыпаете тюрьму с сахаром и крышку закрывает закручивая но не до конца чтобы она так чуть-чуть на отрыв то есть воздух с ней выходил и тогда там ничего не заведется будет идеально чистая среда будет бродиться все что там есть ни одна мушка туда не залетит если конечно не запустите так что вот хотите ликерчика 1 1 часть терна 1 часть сахара хотите кислоту регулируете с сахаром добавлением и брожением процесс брожения проходит у вас происходит наливка терновая или ликер терновый всем привет сегодня октябрь